За качество медпомощи и низкий темп выполнения национального проекта здравоохранения руководители больницы и поликлиник будут отвечать лично, а если необходимо, главврачи и вовсе получат дисциплинарные взыскания. Об этом на краевой коллегии здравоохранения заявила вице-губернатор региона Анна Менькова. Сегодня она провела расширенное совещание. В зале главные врачи ЦРБ, крупных краевых центров, поликлиник, заместители глав районов по соцвопросам. Единственное достижение отрасли Кубани в текущем году снижение младенческой смертности. В то время как показатель общей смертности вырос на вершине антирейтинга Славянский, Щербиновский, Павловский, Приморско-Ахтарский, Тихорецкий, Брюховецкий районы. Здесь убыль населения почти в два с половиной раза. В Тихорецком районе построено три офиса врача общей практики, модульный ФАП, закуплено пять автомобилей скорой помощи и высокотехнологичное оборудование. Скачок смертности в Успенском районе. Здесь то же самое, коллеги. Был построен ВОП, закуплена лапароскопическая стойка, аппараты ВЛ, УЗИ, цифровой флюорограф. Туда тоже выезжали краевые специалисты, совместно с которыми район смог снизить смертность. И у нас получается интересная история, при которой, когда специалисты работают в районе, выезжают, там все стабильно. Как только специалисты выезжают из района, там начинается резкое ухудшение ситуации. Но выводы сделайте сами, коллеги. Отдельно на совещании остановились на смертности в трудоспособном возрасте. За четыре месяца этого года она составила 19% от числа всех умерших. Здесь самый большой показатель в Новороссийске, Старощербиновском, Обширонском, Щербиновском и Белореченском районах. Основная причина – недостаточное обследование и не выявление болезней на ранних стадиях. И здесь уже речь о диспансеризации населения. Сегодня все, кто старше 40, могут пройти обследование ежегодно, а не раз в три года, как было раньше. Кроме того, расширился перечень обследований, добавилась гастроскопия и онкологические скрининги. Сами поликлиники перешли на шестидневную рабочую неделю. Это значит, что пройти диспансеризацию можно и в субботу. Несмотря на то, что такое плановое обследование проводится в край уже седьмой год, качество осмотров в некоторых районах остается низким, акцентирует внимание министр здравоохранения Евгений Филиппов. В антирейтинге Усть-Лабинский и Темырюкские районы. Необходимо усилить контроль за качеством профосмотров и диспансеризации. Мы возвращаемся опять к тому, как работает первичное звено. И, наверное, на сегодняшний день основной акцент также перекладывается на работу действительно первичного звена. На коллегии выступили главврачи всех районов, где отмечены самые высокие показатели смертности. Анна Менькова отметила, формальный подход к системе здравоохранения недопустим. Главврачи больниц, где показатели будут систематически расти, получат дисциплинарные взыскания. Ведь речь идет не о цифрах на бумаге, а о жизнях кубанцев.